всем привет дорогие друзья всем привет из примерочной из манго первые пять минут видео как всегда пришлось покромсать из-за музыки я вам наверно уже надоело с жалобами на музыку но вот так получилось что в манго у меня два видео очень такие получились неудобные с этой музыкой короче быстро показываю себя здесь я вас приветствую в начале видео и показываю свой аутфит на мне белые джинсы зеленая льняная рубаха белая футболка и вот такие немножко старомодные украшения которые я по-прежнему люблю и ношу несмотря на то что это в общем не совсем уже и тренд и начнем примерку с такой сиреневой льняной рубашки которую я нашла в магазине она была в нескольких цветах таких все цвета довольно пастельная рубашка длинная очень симпатичная очень мягкий приятный лен совершенно не не колючий не твердый такой знаете мягкий приятный к телу и я сравнивал ее с рубашкой которой я примерял и пеникло если вы не смотрели мой влог то обязательно посмотрите из юникло там тоже были льняные рубашки и я примерял рубашку очень похожего цвета вот такого же лавандово-лилового пастельного цвета разница только в том что эта рубашка довольно длинная ее можно в принципе было бы носить как платье если застегнуть но на мой взгляд она достаточно просвечивающаяся прозрачная если носить как платье нужен какой-то чехол в общем это уже сложно слишком большие заморочки а так в принципе она довольно неплохо сидит и хорошая длина хорошая ширина я примеряла размер large можно использовать как накидку как накидку на пляж на купальник как вот такую вот накидку на джинсы на шорты и в принципе как бы все в ней хорошо единственное что мне не очень нравится эта цена но я потом вам попозже покажу и цену и состав и размер который я примеряю вот если в юникло такая рубашка стоила где-то по-моему 50 или 60 долларов я точно не помню то здесь в манго она стоит 100 так она стоит я уже сказала 100 долларов 99 размер large и это стопроцентный лед и как вы видите ли он тоненький такой немножко прозрачный ну да как платье нельзя носить потому что она довольно прозрачное все будет светиться но качество приятная мягкая не колючая очень-очень приятная рубаха может быть на селе может мне кажется что у них сейчас 30 процентов скидка на весь магазин почему-то я что-то видела но я не уверена мне почему-то кажется что вот такая вот у них сейчас скидка публички такие перламутровые красиво вот эта рубашка очень красивая с вышивкой я вам ее показывала там есть такие же юбки она прямо очень красивая вышивка посмотрите очень хорошо с белыми брюками как раз видите как красиво единственное что по-моему это размер экстраларш она очень такая маловерка ну там был смол по-моему и экстраларш я посмотрела на смол и решила что я лучше возьму экстраларш потому что смол мне будет явно вам а экстраларш нависел просто идеально посмотрите она немножко длинная сзади длиннее чем спереди очень мне нравится вот это реально мне очень нравится красивая вышивка очень красиво вообще белосинее сочетание летом но это такое всегда напоминает морскую тематику и вот она реально классно реально красиво я надеюсь что я не удается перекричать музыку потому что музыка здесь абсолютно безумно абсолютно красиво 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 рубашка сделана из 6 63 процента хлопок 63 хлопок и 37 полиэстер образует впечатление полностью хлопкового может имеется ввиду вышивка сделан из ткани полиэстер здесь небольшая подкладка тоже хлопковая видите размер экстраларш я вас не обманула 100 долларов она тоже стоит и ну вот это 100 долларов ладно я еще как-то могу с этим смириться потому что все таки вышивка вышивка обычно стоит дороже хотя это конечно вышивка не ручная вышивка машина сто процентов но рубашка симпатичная выглядит красиво сделано хорошо видите здесь планка отделана белой тканью хлопковой и вы видели она на мне выглядела довольно симпатично красиво так хорошо скроен фасон единственное что размер конечно экстраларш не знаете я как-то не ожидала но вот тем не менее шикарный конечно жакет с белыми тоже брюками хорошо но не с этими эти у меня джинсы на видео может быть не видно может в жизни тоже ничего жакет потому что такой знаете атласно шелковистый а джинсы такие джинсовые ну вы знаете я думаю что будет плохо но вы знаете выглядит неплохо я даже оставила свои очки под цвет у меня синий у меня под цвет жакета очень красивый жакет очень красиво с белыми брюками с белым током вот так вот единственное что у меня чуть-чуть маловато это размер медиум не было размера large экстрасмол и медиум было только два в магазине он должен был быть побольше и свободнее сейчас я его расстегну сейчас сколько он стоит 69 евро 70 евро нету цены в наших долларов я думаю что 70 евро он будет стоить долларов интересно посмотреть на веб-сайте потому что наши цены это не чисто перевод евро в доллар если переводить 70 евро в наши доллары это будет порядка сейчас посмотрю короче 70 евро это 100 наших долларов канадских я уверена что он стоит намного больше потому что вы видели я вам показывала жакеты они здесь все по 150 по 200 по 199 то есть я думаю что это тоже стоит около ну долларов 150 как минимум как минимум хотя если переводить евро в 70 евро то это должно стоить 100 долларов плюс еще девочки вот я мне одна зрительница написала когда я в магазине про коз что коз европе намного дешевле и действительно если переводить европейские цены на наши то еще плюс европейские евро евро переводить в наш доллар то цена получается еще где-то можно смело добавить еще долларов 50 сверху и тогда вы получите цену в наших долларах плюс у нас есть налог на покупку то есть каждый раз когда вы за что-то платите на кассе берут вот эту вот цену и прибавляют еще 13 процентов то есть если вещь стоит 100 долларов вы платите за нее 113 поэтому 100 это не 100 и 200 это не 200 это еще плюс немножко плюс понимаете поэтому даже если переводить евро в наш доллар это уже получается цена надбавка плюс еще плюс еще налог я не знаю если налог европе на каких странах на какие вещи но у нас все шмотки 13 процентов налог украшения ну абсолютно все кроме некоторых продуктов питания которые считаются базой хлеб молоко яйца вот на эти вот нет налога на все остальные налог есть и еще на алкоголь как ни странно почему-то в цену на алкоголь уже налог включен ну в общем опять релическое отступление экономической налоговой политики Канады все давайте дальше так значит это размер был медиум опять же про цену мы уже с вами поговорили написано гордо написано что он сделан из итальянской фабрики итальянской ткани сделан в морокко в чем заключается итальянскость этой ткани я не знаю может быть расцветка потому что стопроцентный полиэстер и жакет и подкладка может это действительно стоит немножко подешевле потому что вот у меня есть еще один жакет который стоит 200 долларов он по-моему измена а вот этот может быть наверное может быть 120 ну в общем как то так 150 нет цены хотя я не думаю если вот такая вот рубашка стоит 100 то жакет наверное стоит 150-170 даже значит итальянская ткань может быть имеется ввиду итальянская расцветка расцветка действительно очень красивая вот это жакет и у них есть несколько вещей такой расцветки есть жакет, есть брюки, есть шорты сделаны из другой ткани и топ точно такая же расцветка но сделаны из хлопка ткани похожи на хлопок потому что, видите, это явно такой вот атлас блестящий атлас ну и вот итальянская ткань наверное расцветка имеется ввиду какая-то флорентийская бела-голубая в каких-то вот таких вот цветах имеется ввиду может быть какой-то итальянский дизайн Так, вот это жакет Очень похоже на мужской Но он сделан На 100% лен и подкладка На 100% клон Стоит он 200 долларов Ну вот это как бы объяснимо Потому что хорошая ткань, хороший сустав Это в тоже размер медиум Но он мне абсолютно как раз Он мне не жмет нигде И он довольно большой Я даже, честно говоря, грешным делом подумала Что возможно это какой-то мужской жакет Рукова такие длинные Я их сразу закатала Потому что они очень длинные мне Но дело в том, что он висел Рядом вот с этой юбкой Тоже мяной Я ее принесла специально, чтобы померить Вместе с этим жакетом То есть если он мужской Во-первых, у нас здесь нет мужского манга У нас только женский здесь магазин Во-вторых, если он мужской Почему он висит рядом как бы комплектом Вот с такими вот юбками Странно, правда? Но, тем не менее Знаете, такой длинный Хороший такой добротный С плечами Мужского кроя Жакет Какой бы он ни был Может, какой-то типа юнисекс Мы сейчас почитаем с вами Что к чему с ним С белыми брюками может быть не очень хорошо Потому что нету контраста Хотя, мне кажется, что с белым Должно быть что-то либо белое Либо Давайте я спрячу этикетку А то некрасиво Либо белое, чисто белое Либо что-то другого цвета Контрастное Либо что-то с рисунком Потому что вот это вот такой песочный Лен Песочного цвета Светлого песка И белые штаны Хотя, в принципе, неплохо Но я сейчас померю вот с этой вот юбкой Черной леной Посмотрим, как это выглядит Жакет Хороший прям вот Хороший жакет Знаете, придраться не к чему Хорошо сделан Так, рукава такая очень длинная Сейчас я вам покажу Может, это специально так сделано? Может, это не на мои руки? Он довольно длинный Почему-то у меня возникает ощущение, что он мужской Хотя, наверное, я не права Был какое-то время Мода вот на такие вот длинные рукава На вещах Но, вы знаете, я чуть не уверена Мне вообще так не идет У меня тогда это вообще выглядит Как будто с чужого плеча Как будто я вот у мужа реально забрала жакет Мне кажется, с подогнутым рукавом Намного лучше как-то Я как-то намного выгляжу более Как-то презентабельно, чем Вот с таким вот Так, я примеряю юбку Она очень странно выглядит с этим жакетом Это жакет для брюк Он нехорошо для юбки Он слишком длинный Я вам сейчас покажу эту юбку Я, может быть, даже его сниму И оставлю на своем тупе Если мне будет удобно Ну, может, так вот вам покажу Юбка шикарная Классная вертинка Юбка очень симпатичная Не она Размер медиум Поэтому она чуть-чуть маловато Ларч не было, девочки Не потому, что я такая самонадеянная корова Которая берет всегда на размер меньше вещи Иногда бывает, но не всегда Значит, медиум Она мне в талии вот здесь Чуть-чуть маловато Но благодаря тому, что там резинка сзади Это выглядит не так плохо Но Потому что это запах И, видите, запах получается очень неглубокий При малейшем ветре Или вот большом шаге Который я сделаю Он у меня очень распахнется И Если я сяду, так это вообще у меня все раскроется Давайте я сейчас сниму пиджак Так, смотрите Я втянула живот Надо же Ну, кому Кому Вообще Какое дело до моего живота Но я не могу Я эстет Я не могу, чтобы это выглядело Как будто я Как будто некрасиво Значит, смотрите Юбка с запахом Размерчик маловат Мне Но она Очень симпатичная Значит, она здесь застегивается на пуговичку И здесь у нее такая завязка По-моему, лен Не знаю, чем Но она мне чем-то очень нравится Какой-то, знаете Вроде бы и строгая А вроде бы и Такая Что-то такое в ней есть Но Я хочу вам сказать Насчет Я посмотрю состав Чисто ли это лен Или там что-то есть еще Я хочу вам сказать Насчет леных юбок Это так же, как и брюк Это, конечно Вы как не сядете Вы как встанете И вы будете как из одного места вынутая Ну Да Поэтому Вот Хотя я ношу льняные платья Я не знаю Может быть, я ошибаюсь Так, сейчас она такая висит Довольно отглажена Видите Нельзя сказать, что она сильно такая Сильно очень мятая Но Сейчас я посмотрю состав Может быть, там не чистый лен А что-то в ней еще есть 100% лен состав Юбки Что и хорошо, и плохо С одной стороны хорошо, что лен С другой стороны, конечно, будет мяться 80-90 долларов она стоит Размер medium Сзади на поясе резинка Поэтому я как бы не очень Мала она мне Но Вот здесь, видите Застегивается она на пуговицу А здесь она завязывается на бантик У меня некоторые сомнения По поводу ее прозрачности Подкладки в ней нету Видите, как она светится на свет То есть на свету На солнце Она будет светиться Зачем делать такую юбку Я понимаю, что В юбку запахом Очень трудно сделать подкладку Потому что это должна быть подкладка Которая будет пришита к юбке Вот изнутри Полностью А не просто Еще одна юбка Надетая вниз Под нее Потому что иначе Вот этот запах распахнется А там будет видна нижняя Ой А там будет видна нижняя юбка Что В принципе не должно быть так То есть это Нужно подкладку пришивать Полностью к юбке Изнутри При цене 90 долларов Если она еще будет С пришитой подкладкой Она будет стоить Наверное 190 долларов Но дело не в этом Зачем делать Тогда вот такую вещь Которая вот такая Вот Так вот светится Еще она черная Это ладно Если была бы белая Она бы вообще светилась Вся насквозь Короче Как много вопросов Как мало ответов Я Слишком много вопросов У меня к манду Жакет 100% лен И подкладка 100% хлопок Стоит он 199 долларов Размер Мидиум Тоже сделано В Марокко Вот это какая-то Линейка У них Селекшн Это означает Что Это видимо Какая-то Премиум Линейка Или что-то такое Ну Жакет хороший Сделан хорошо Придраться Некому Кроме цены У меня к нему Нету Никаких вопросов Ну что ж Дорогие девочки Такие у нас Сегодня были примерки Я надеюсь Что вам понравилось Я надеюсь Что вам было интересно Некоторые вещи Неплохие Некоторые Так себе Не очень Ну в общем Кое-что Ничего И в принципе Вполне Такие Ну Нормальные Единственное Что цены Конечно Манго Вызывает У меня Много Вопросов Хотя Вот Прямо Сейчас У них Есть 30% Скидка На весь Магазин То есть Как бы Они сначала Ставят Дорогие Цены А потом Дают вам 30% Скидку Что называется Спасибо Лучше бы Вы сразу Поставили Нормальный Все Люблю Целую Всем привет Из Манго Из Канады С вами была Дита Пока 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 Субтитры